Добрый вечер! Это суть недели. И 135-летие со дня рождения великого татарского поэта Габдулы Тукая стало, по моему мнению, сутью минувшей недели. Я пригласил в эту программу поговорить о Тукае, человека, который всегда имеет нестандартное мнение по многим вопросам и связанным с литературой, с языком и с философией. Мой гость сегодня – татарский писатель, кандидат философских наук Фердус Дефбаш. Вот мы с ним сейчас и поговорим о Тукае, о татарском языке, ну и немножко о политике. Фердус, добрый вечер! Добрый вечер! Мы договорились, что поговорим с вами сегодня о юбилее Габдулы Тукая. Вот принято так считать в татарской литературе, в татарской поэзии, что Тукай – ну это как бы татарский Пушкин, создатель современного татарского литературного языка. Это действительно так? Вы знаете, насчет создателей татарского литературного языка – это не совсем так. Не совсем так. Почему? Потому что сегодняшние татары говорят на другом языке, нежели Тукай. Это звучит, конечно, очень парадоксально, но на самом деле, действительно, это так. Вот что я могу вам по этому случаю сказать. У меня тут на столе лежит двухтомник Тукая. Вам это видно, да? Да, да. Вот это мы открываем, я открываю книгу, я открываю книгу, вот тут это стихотворение его и халям, то есть перо. Вы видите, да, с левой стороны идет оригинал. Справа перевод. Это перевод на современный татарский язык. В чем разница между языком Тукая и языком современных татар? Вот как это не звучит парадоксально, Тукай не является творцом современного татарского языка. Современный татарский язык создан усилиями советских языковедов, татарских, скажем, филологов уже в советский период. Как известно, в 1926 году сначала в городе Баку, это уже после Октябрьской революции, прошел первый тюркологический съезд. И через два года, в 1928 году, прошел уже у нас в Казани второй тюркологический съезд. Работа этих тюркологических съездов не сводилась исключительно к смене арфабита. Был осуществлен, было осуществлено гораздо более глубокие действия, а именно что? Вот на основе диалектов, на основе диалектов татарского, киргизского и так далее, на основе этих диалектов были созданы новые литературные языки. То есть, тот язык, на котором татары говорят сегодня, говорят сегодня, это во многом плод усилий советских языковедов. И он сначала использовался как литературный язык, то есть язык газет, радио, телевидения, каналов. И постепенно уже с приходом, в таком широком масштабе телевидения, он стал языком и разговорным. Вы спросите, конечно, а на каком же языке тогда татары говорили до советского литературного языка? Я помню еще свою бабушку, бабушка моя Мильна Халясь, она из деревни Лащебаше, село Лащебаше Буинского района. Так вот, наши бабушки и дедушки говорили на другом языке. Этот язык назывался язык тюркей. И на этом языке, на этом языке, где-то до 50-60-го годов говорили практически и казахи, и узбеки, и татары, и башкиры, и так далее. Уже в 70-е годы, усилиями во многом радио и телевидение, вот эти новые языки, разработанные на основе диалектов, они стали литературными языками. Вот я говорил, показал тут Томик Тукая, это можно сказать не только о творчестве Тукая. Вот у меня другая книга, книга Захира Бегеева, называется «Великие грехи». И вот эта книга, она чем интересна, если мы откроем оглавление, тут она состоит из двух частей. Первая часть книги, произведения писателя даны на современном татарском языке. А вторая часть, вторая часть, эти же произведения приведены в оригинале. Фердут, я хочу понять, и думаю, нашим зрителям тоже это важно понять, а в чем отличие этих двух языков? Вот классического, старого татарского, на котором писал Тукай, да, Тюрки, и вот современный язык, который, ну скажем так, в советское время уже появился. В чем их вот внутреннее различие? Что стало, так сказать, вот водоразделом между этими языками? И есть ли этот водораздел? Чтобы ответить на ваш вопрос, нам опять-таки надо вернуться к этим двум тюркологическим съездам. То есть в 1926 и 1928 годах произошли глобальные изменения, большие изменения, эпохальные изменения, я бы сказал. Тогда вот давайте вспомним эту эпоху. Это эпоха строительства нового общества, да? То есть происходит всюду отрицание старого и появление нового. Строится новый мир как бы, создается, строится новая жизнь. Ну, не только это касалось татарского языка. Вы же помните замечательный лозунг Лефа «Сбросить старую литературу с корабля современности». Вот, совершенно верно. Вот все это осуществлялось под этим соусом. То есть отказ от всего старого и таким же образом отказывались и от языка, от языка Тюрки, от старого языка. И строили новый язык. В чем качественное отличие, Фердус? Языка Тюрки от языка современных татар. А я иду как раз к этому. Да, да, пожалуйста. Я иду к этому отец. Вы знаете, тут есть принципиальное отличие. Вот в современном татарском языке, в современном татарском языке, конечно, это не совершенно новый, другой язык. Надо сказать правду. Это язык, разработанный, созданный в ателье мастерских. Разработан. Эти ателье мастерские назывались и называются до сих пор институтом языка и литературы. Татарский институт языка и литературы, мы знаем, да, имени Галибджана Ибрагимова. Точно так же такой же институт был создан в Алмате. Казахский институт языка и литературы и так далее. Вот чем занимались эти ателье, эти мастерские? Они за основу, естественно, придумать что-то новое они, естественно, не могли. Они брали за основу этот язык Тюрки, общий тюркский язык. И на его основе разрабатывали какие-то новые стандарты. Вот задача была поставлена перед языковедами в 1926-1928 годах максимально отдалить эти диалиты друг от друга. Зачем? Эти задачи очень успешно справились. А зачем? Например, в сегодняшнем литературном языке татарском не хватает многих слов. Например, нет слова «свежий». Очень же нужные слова, правильно? Вместо этого слова «свежий» используются слова «новый», «недавний» и так далее. Нет, например, слова «образ», «литературный образ». Когда в татарской литературе пишут какие-то образы, анализируют произведения литературы, вот этого слова тоже нет. А ведь в языке тюрки, в прежнем языке, в общетюркском языке эти все слова были. Так в чем причина-то? Для чего было отказываться от наследия тюрки и искать новые вот эти формы языка? Вы знаете, тут причина такая очень глубокая. Давайте опять-таки вернемся к истории. В 1917 году произошла Октябрьская революция. Да, помню. Как результаты этой Октябрьской революции были созданы национально-государственные образования. В том числе какие-то народы получили автономные республики, каким-то повезло больше. Они получили союзный статус, стали союзными республиками. И вот по европейской, я бы сказал, традиции, любое государственное образование должно иметь свой литературный язык. Раз возникла узбекская государственность, естественно, по лойке должен быть узбекский язык, правильно? Раз возникла татарская республика, это как-никак все равно государственность татарского народа, должен был быть и язык этой государственности. Вот создали татарский язык, как язык этой государственности, татарской республики. А мы, кстати, вот недавно отметили столетие татарской автономности. Да, да, конечно. То есть, вот узбекский язык, казахский язык, там татарский, башкирский, они явились следствием образования, национального появления национально-государственных образований. То есть, это в чем молодые языки? Понятно. Это политическая причина. А вот в чем отличие? Вот чем разбавляли исконно татарский язык тюрки, который вы называете, для того, чтобы осовременить его и сделать непохожим, скажем, на узбекский, казахский, киргизский и так далее? Ну, это различие было, конечно, нанесено для того, чтобы разобщить. А за счет чего? Задача большевиков, в чем заключалась? Задача большевиков, она была двоякой. Во-первых, вы помните этот лозунг социалистический? Рассвет и сближение нации. Вот с одной стороны, эти национальности расцветают, их культура, язык и так далее. А с другой стороны, сближение. Вот вторую половину сближения мы как-то не анализируем никогда. А ведь сближение, это предполагало, что создание чего-то нового. То есть, строился новый советский народ. И этот народ, естественно... Новая историческая общность. Совершенно верно, да. Создавалась новая историческая общность. Советский народ. И языком этого советского народа, что? Был, естественно, русский язык. Это язык большинства населения Советского Союза. Это закономерно. И вот, отвечая на ваш вопрос, чем же тогда обогащалось, так скажем, чем заменялись эти недостающие слова, я бы сказал, что они заменялись просто русскими словами. Русскими языческими заимствованиями. Русскими заимствованиями. Вот поэтому мы иногда смеемся над татарами, которые не могут подобрать слово татарского и говорят там, допустим, что-то по-татарски, а потом вдруг два-три слова русских. Там, допустим... Это же вовсе не случайно. Просто вот татарские... То есть, это намеренно было сделано? Да, естественно, все это было сделано. То есть, это не говорит о том, что человек плохо знает татарский, а говорит о том, что так современный татарский язык устроен? Да, совершенно верно. Вот в этих ателиях и мастерских этот язык разрабатывался, создавался именно таким образом. То есть, я бы вам привел же примеры. То есть, если этого слова образ нет, так откуда его возьмешь? Естественно, мы, татары, будем использовать по разговору слово образ. Правильно? Я хотел спросить вот о чем. В чем роль Тукая, как, ну, такого вот... В чем величие Тукая как поэта, как национального поэта? Он ведь ни строчки, по-моему, по-русски не написал. Так ведь? Вы знаете, о Тукая написано так много, так много, что я бы хотел остановиться лишь на двух моментах. Во-первых, как известно, поэзия, поэзия, она является голосом народа, выражает его чувства, стремления, чаяния. Истинный поэт – это человек гонимый. Это человек неугодный. Он отражает в своем творчестве боль и страдания народа. У татар, вот сейчас много таких ура-патриотов, которые представляют жизнь в Российской империи, как райскую жизнь. У татар в Российской империи жизнь была нелегкой, так мягко скажем. И вот к гнету социальному, к социальному неравенству, у татар прибавлялось еще и гнет национальный, религиозный. Они все-таки были в меньшинстве. Ну да. Вот Тукай страдал вместе со своим народом. Он нес все тяготы своего народа. И судьба истинного поэта, она всегда трагична. И вот судьба Катулы Тукая тоже трагична. Мы же знаем, что он прожил всего 26 лет, неполных 27. И как настоящий истинный поэт Тукай писал правду. А правда – это вещь очень такая, как вам сказать, очень тяжелая. Вот у нас у татар говорят «Турсен эйкен туванна ярамаван». То есть человек, говорящий правду, не угоден даже близким, родным людям. Величие Тукая прежде всего в том, что он осознанно взвалил на себя эту тяжелую ношу. Ношу изгоя. Вот таких людей, таких людей, наверное, во всей истории литературы единицы. Ведь гораздо приятнее, гораздо приятнее писать хвалетные оды и получать за это награды, премии, звания. Правильно? А ведь Тукай же, как говорится, тоже человек умный. Он бы тоже мог просто-напросто писать эти хвалетные оды и прекрасно жить. Тем более он был человеком очень талантливым. Скажите, вот вы человек, который в совершенстве владеет татарским языком, да? Да. Вы понимаете тексты Тукая на тюрки? Вы знаете, я прекрасно понимаю. Я читаю Тукая на оригинале. Потому что Тукая, как я уже сказал, писал на языке Тюрки. Я понимаю. Этот язык, почему я понимаю? Я понимаю потому, что, спасибо Ататюрку, он после того, как после победы национально-освободительного движения в Османской империи, он создал новые государства. Новые государства называются как? Новые государства называются Турецкой республикой, да? Раньше этого государства не было. Была там... Османская империя. Да, Османская империя. И народа, кстати, такого Турки, как сегодня не было. Тогда были кто? Были османы. Вот, кстати, тут очень интересный момент. Мы говорим Турецкая республика, да? Мы говорим Турки, мы говорим турецкий язык. А на самом деле нет ни Турецкой республики, нет ни Турции, ни турецкого языка. Такого понятия не было до Сталина. Это понятие изобретено Сталином. Турки называют самих себя тюрками. И страна называется не Турецкая республика, это опять-таки изобретение Сталина. А тюркская? Тюркья джумхуриэте. Тюркья джумхуриэте, это тюркская республика. И язык называется не турецкий, а язык называется тюркили. То есть тюркский язык, язык тюрки. Вот когда в начале 90-х я в первый раз оказался в Турции, в Турции, был очень удивлен, услышав турецкую речь. Думаю, это же язык моей бабушки, о которой я уже говорил. И мне, естественно, этот язык был близок и понятен, никакой проблемы не было. Вот наши бабушки и дедушки говорили в свое время, в свое время, как раз на этом языке тюрки. Этот язык тюрки сегодня называется турецким. Ну, Сталин его так обозвал. У нас до сих пор почему-то вот его называют турецким, хотя на самом деле само название этого языка Это язык Тукая. Это язык Тукая на самом деле. Да, действительно, это язык Тукая, совершенно верно. Это язык Тукая. Понятно. Вот у нас, у нас, в том числе, спасибо нашему правительству, нашему руководителю, они очень сильно стараются, чтобы Тукая был известен, так сказать, хотя бы во всем тюркском мире. Такая деятельность, она ведется. И вот ошибка, ошибка наша, заключается, самая большая ошибка, пожалуй, в том, что Тукая перевели на современный татарский язык, литературный язык, созданный уже в советские годы, в советские годы, забыв о том, что произведение, написанное на совершенно другом языке, было бы, на мой взгляд, логичнее, логичнее издать Тукая, его многотомник, на языке оригинал, на языке Тюркии. И тогда бы он стал достоянием не только татар, он бы тогда Тукай стал достоянием и казахов, и киргизов, и узбеков, и турок, и так далее. Я прошу меня извинить, мы сейчас прорвемся на пару минут, потому что есть такая неизбежная вещь на телевидении под названием реклама. А после рекламы я хочу задать вам еще несколько вопросов. Фердус, что вы скажете о современной ситуации с татарским языком и как, по вашему мнению, вел бы себя сегодня великий татарский поэт Габдулла Тукай? Все, кто болеет за судьбы национальных языков, малых языков, малых народов и так далее. Я думаю, все россияне должны бороться за то, чтобы вот это многообразие языковое Российской Федерации оно сохранилось. И сейчас развитие Российской Федерации идет именно путем внедрения только русского языка. У нас очень много на словах говорится в поддержку татарского языка с московских трибун, с трибуны Думы и так далее. Но на самом деле мы видим, что происходят немного другие вещи. Вот Тукай можно поставить рядом мне кажется лишь с Ольвом Толстым. Лев Толстой. Лев Толстой Ленин кстати пишет о нем как? Он называет его глыбой. Матерый человечище. Да. Вот Габдулла Тукай это тоже глыба. Габдулла Тукай ведь он открыто выступал не только против совет царской власти, имперской власти. он открыто выступал против института религии. Вот давайте вспомним ту эпоху, в которой жил Тукай. Тогда без религии господствовала безраздельно. Тогда против нее пить не могли. Это мы сегодня сидим и спокойно рассуждаем что ну религия там без нее спокойно можно обойтись потому что мы действительно знаем что без нее можно обойтись. Мы сегодня прекрасно знаем что существует рабственность без религии. А вот в те времена в те времена об этом даже подумать было страшно. А Тукай не боялся. Он открыто встал в оппозицию к религиозному духовенству. А религиозное духовенство это часть государства. Вот величие Тукая вот именно в том что Тукай я бы сказал так вот о Тукай написано очень много. Но в то же время и не написано о нем очень много. Предстоит о нем написать очень много. Тукай он не осмыслен до сих пор я бы сказал. Да в этом я с вами согласен. Тукай в советское время представляли чуть ли не как атеистом. Там борцом за социальность справедливость против религиозного гнета там и так далее. А сейчас наоборот его представляют чуть ли там это предикалом ваххабитом и так далее. Не было ничего такого. Ведь почему Тукай не мог принять религию? Религию он не мог принять всем своим духом. Это же свободолюбивый человек. А что такое религия? Религия это глубоко структурированная организация с своим уставом иерархией и жестким подчинением. Мог ли принять такой институт Тукай? Естественно не мог. Фердус Эфенди уважаемый дорогой я к огромному своему сожалению вынужден просто завершить нашу беседу потому что мы уже съели все лимиты времени. Я хочу вас поблагодарить за то что вы так откровенно искренне и заинтересованно отозвались на мое предложение поговорить о Габдуле Тукаю и очень приятно что разговор вышел за рамки вот только личности Тукая только вот его поэтического наследия и собственно мне этого и хотелось поговорить более широко на эту тему я вас благодарю и надеюсь наши зрители тоже будут вам благодарны и надеюсь что с учетом того что у нас время просто истекло мы попытаемся донести более полную версию нашей беседы до наших зрителей на ютьюбе пусть посмотрят и послушают мнение человека небезразличного о великом действительно великом татарском поэте Габдуле Тукая о татарском языке о многих многих других проблемах спасибо вам Фердус пожалуй это все на сегодня удачи нам всем и до следующей субботы субботы